То, что я вам сейчас буду говорить, это так в моей вселенной. Я совершенно не претендую на то, что это истинно последняя станция. Но я верю, что что-то вокруг нас очень сильно изменилось. И если в эпоху, когда не было электропилы, когда не было отопления в каждом доме, и когда периодически сироцинами совершали набеги, женщина одна бы не выжила просто физически. И вот в эту эпоху очень конкретно просто чисто физически для выживания нужна была семья, то есть мужчина и женщина. Женщине нужен был защитник, там, и вообще рабочая сила в семье. А мужчине, чего нужно и зачем ему, женщина, это отдельная история. Про это мы сейчас отдельно поговорим. Но вот эта вот семья, она была необходима. Институт брака, институт семьи, он был совершенно вообще без вопросов приемлем в каждом у него обществе по одной простой причине. Потому что иначе женщина, тем более если она еще и рожать будет, она без мужчины не выживет, не выживет просто физически. Времена поменялись. То есть конкретно времена поменялись. У нас электроника, у нас электричество. И в общем-то, то, что мы наблюдаем в нашем обществе, даже чисто на физическом, на бытовом плане, физическая необходимость проживать вместе на одной территории мужчине и женщине, в общем-то, вот прям как необходимость, она отпалась. То есть женщина, даже женщина с детьми, в нашем обществе может прожить без мужчины. И полно таких, и живут. Мало того, в нашем современном обществе мужчина, в общем, тоже может прожить без женщины. Еще круче. Такие считаются мачо. Они считаются просто вау. Они ходят и гордятся, какие они самостоятельные. Или не ходят и не гордятся, а просто говорят, а у нас духовный образ жизни. Любовь, конечно, хорошо. Ну, вот в Израиле есть такие-таки замечательные поговорки, которые переводятся на русский язык таким образом. Значит, мужчины говорят, ради стакана молока не надо заводить корову. На что женщинам отвечают гораздо круче. Ради сосиски не надо заводить хряка. И волна пошла. То есть действительно, даже на чисто бытовом уровне в нашем современном обществе институт семьи как-то так начинает стоиться все более зыбким. Второй момент. Раньше, в 40 лет, это была уже, в общем, начинающаяся старость. Причем это было всего-то каких-нибудь 50-60 лет тому назад. Сейчас 40 лет только жить начинаем. Вы что, ребята? Это класс! Молодость очень сильно удлинилась. Детство очень сильно удлинилась. И молодость очень сильно удлинилась. Причем и биологически, и практически. Возможности, которые имеет человек, чтобы поддерживать свою физическую форму, и, главное, свою ментальную форму, они сейчас колоссальны за счет огромного объема информации, в котором мы живем. Опять же, еще кое-что изменилось. Обратите внимание. Вот все кричат, мужчины выродились, женщины выродились. Почему? Приходят и нас учат, дорогие женщины, как быть ведической женщиной. То есть ни о чем не думать, кроме как о благе своего мужчины и быть за ним. И женщины сидят и внимательно все это слушают и понимают, что им это не грозит. То есть это надо себя так баранировать. Вот. А мужчины, значит, тоже сидят и слушают, что там женщины про них рассказывают. Говорят, зачем ты туда ходишь? Зачем? Все хорошо. Все как есть, все хорошо. Не надо туда ходить. А она, значит, ходит, потому что она хоть думает, что если она станет ведической женщиной, то он от этого станет ведическим мужчиной. То бишь, на белом коне, в этом самом парчевом халате, с кривой саплей на голову, и будет ей приносить головы вражеских сарацинов. И так же горы златы и серебра. Не будет. То есть, я верю, что если в нашем современном обществе начинает постепенно как бы очень сглаживаться вот это разделение полов, женщины становятся более мужественными, то бишь, более самостоятельными, самодостаточными, а мужчины становятся более женственными, более чуткими, более внимательными, более утонченными, менее воинственными, более заботливыми в плане такой неглобальной заботы, а вот чтобы сделать тепло и уютно, чисто хорошо и аккуратно. Ведь это же, в принципе, ильское качество – все собрать, сохранить, сложить, чтобы было порядок и красиво. А яйское качество – наоборот, все разрушить, разметать, сжечь до тла, чтобы на новом месте что-нибудь новое грохать. А сейчас как-то вот все это перемешивается и невидируется. Я верю, что это правильно и нормально. И я сейчас вам расскажу, почему. Я слышала уже такой вой с женской стороны, а как уже мечтала о прекрасном принце, мы же такие слабенькие, мы же, чтобы кто-нибудь нас защищал. А мужчины говорят, нет, ну что ты, мы не женственные, говорят, мужчины, нет, мы очень даже такие мужественные. Мы живем, будьте здоровы, мы живем в старых стереотипах. Вот что мужчина должен быть мужественным, а женщина должна быть женственным, и четкий список пунктов, как это. И если под эти пункты не подходят, все, значит, уже все сразу плохо и неправильно. Вот, вот все, на правду. То есть мы живем в старых стереотипах в новую эпоху. Я в моей вселенной верю, что мы вошли в эпоху гармонии. А гармония, это значит, человек, он монада, в нем есть и им, и я им. и в принципе, человек счастлив, когда он гармоничен и самодостаточен. Как у нас тут и написано, через партнера познать себя, и опять же необходим обмен энергии. То есть, когда во мне происходит тот самый обмен энергии, я и им, я и я, я себя познаю, и я с собой в гармонии, я могу быть в гармонии с другим человеком тоже, который тоже и не я, не с собой в гармонии. И тогда мы перестаем делить от чего женское, от чего мужское. Это не значит стать бесполыми существами, это значит совсем другое. А вот что это значит, мы сделаем сейчас перерыв, да, на 15 минут. А то ,